Девушки отдыхают В фильме снимались Элис Фейе, Дон Амиш, Генри Фонда, Эдвард Арнольд, Орен Уильям, Лео Каррилло, Хелен Вестли, Дороти Петерсон, Эрнесс Труэ, А также Найджел Брюс, Клод Элистер, Лин Барри, Вебер Филдс и Эдди Фойн, Уна О'Коннор, Джозеф Коттерн, Автор сценария Уильям Энтони Магуайр, Композиторы Альфред Ньюман и Гус Канн, Дирижер Альфред Ньюман, Оператор Леон Шемрой, Продюсер Джин Маркей, Режиссер Ирвинг Каммингс, Штат Айова, Все в армии, Сегодня все добровольцы из города Клинтона В восемь вечера отправляются на фронт. Слушайте, если эти ребята будут служить так же, как они работали у меня в газете, победа у нас в руках. Мистер Леонард, Подожди, Хэнк, да я попрощаюсь с нашими парнями. Док, если вы окажетесь таким же офицером, как и врачом, мистер Леонард, послушайте, это очень важно. Да подожди же ты, Хэнк. Они сегодня идут воевать за свою родину, за нас. Разве может быть что-то важнее? Да, сэр. Док. Нет. Да, сэр. Док. Синтия рожает. Пойдем скорее. Но я сейчас не могу, Чарли, у нас сборы с минуты на минуту. Позови доктора Брэдли. Док, ты помог родиться всем нашим детям. Для Синтии лучше тебя никого нет во всем штате. Становись! Пока, Чарли. Извини. Хорошо? Шагом марш! До свидания. И зачем только доктор Робин стал майором? Позвать доктора Брэдли? Нет, Хэнк, думаю, не стоит. Я точно знаю. Майор не покинет город, не осмотрев Синтию, даже если после этого ему будет грозить военный суд. Не это ли оставшаяся пехота? Снова сигналит, уже пора. Если мы не зайдем на борт, мы станем дезертирами. Джим, найди майора. Зачем? Мы уже отправили Фрэнка и Оуэна полчаса назад, верно? Не пришли даже сказать, что там случилось. Итак, понятно, что случилось. Но у нас сейчас нет на все это времени. Я люблю детей, но нельзя из-за этого подводить целый отряд. Ладно, я сейчас. Парни, вы что? Уже все? Нет. А что так долго? Успокойся, Чарли. Все будет нормально. Просто нужно подождать. Но всегда есть опасность. Конечно. Но если подумать, все женщины рожают, и ничего. И потом это уже пятый ребенок. Знаю, бабуля, но я так волнуюсь за нее. Кошмар. Боже мой, мужчины, тоже мне страдальцы. Твое дело молиться, чтобы это был мальчик. Потому что если и дальше так пойдет, у тебя скоро будет полон дом феминисток. Синтия только и грезит о равноправии мужчин и женщин. Она в таких муках рожает девочек на свет. Не мудрено, что она желает им самого лучшего. Она родит мне сына. На этот раз будет мальчик. Это будет мальчик. За моего сына. Все хорошо, Чарли. Это девочка. Ты уверен, док? Может, ты еще раз проверишь? Чарльз. Вперед, ребята, нас ждут на фронте. Что ж, могу сказать только одно. Голос у тебя ничего. Если во время прогулки на лошади ты повстречала милого, а он с другой, не стоит плакать. Вперед, ребята, нас ждут. Что ж, девушка, у вас неплохой голос. Но опера не для вас. Бабушка. Очень хорошо, Ханс, но... Опера тебе тоже не грозит. Знаете, если она... Ну, перестаньте, прекратите. Что такое? Не надо. Мистер Дэмруш, мы так мечтали об опере. Мы приехали в Нью-Йорк из Клинта на Йова. Просто чтобы... Мы что значит мы? Вы что, тоже певица? Знаете, в молодости я немного пела. Да. Почти у всех когда-то был голос. Между прочим, Ханс тоже мечтает об опере. Но он же не плачет, как вы. Он продолжает петь. Слушай, Ханс, хватит фальшивить. Позор. Тупица. Ну, что с вами такое? Вы любите плакать? Присядьте. Мистер Дэмруш, бабушка немного расстроилась. Да, это видно. Прошу вас присесть. Вот. Так-то лучше. Что ж, вы, Гросс Мутер, бабушка, я? Я. То есть, да, мистер Дэмруш. А ваша мама? Она умерла? Нет, мистер Дэмруш. А почему она не пришла? Дело в том, что она очень занята. Моя мама политик. Значит, это ваших рук дело? Нет. Женщина должна сидеть дома. Верно. Ладно, в этом вы правы. Женщина должна сидеть дома. Где вы живете? На девятой. А ваш отец? Он еще жив? Да, конечно. У бедняги пятеро дочерей. И жена феминистка. Так что не знаю, можно ли назвать это жизнью. Одна из дочерей вышла замуж в Чикаго. Остальные живут с ним. Хельн – моя любимая внучка. Она очень талантливая. Вы говорите, опера не для нее. Думаю, вы ошибаетесь насчет нее. И ваши канарейки тоже. Бедняга, вы сказали, что он сфальшивил. Но это неправда, мистер Дэмрош. У меня абсолютный слух, так что не спорьте. Что ж. Дамы, вам пора. До свидания. Ладно. Идем, Хелен. В мире полно других учителей. И бабушек тоже много. Слушай, приходи сюда завтра днем в три. Вы и правда берете меня к себе? Конечно. Что ж, попробуем. Знаете, вы мне очень понравились. И я... Мне вас жалко. Почему, мистер Дэмрош? Потому что вы красивая. Но если так, тогда почему вы меня жалеете? Слушайте. Даже если вы станете знаменитой, скорее всего, вы будете очень несчастны. Как и все красивые женщины. Но почему же? Мужчины будут без ума от вашей красоты. Но вы никогда не узнаете, кто будет на самом деле по-настоящему любить вас. Ладно. Завтра в три. Я приду, мистер Дэмрош. До свидания. До свидания. Только без бабушки. Права женщин. Присоединяйтесь к феминисткам. Дайте женщине право голосовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо вам большое. Не за что. Рад, что все обошлось. Молодой человек, если бы не вы, мы бы умерли. Я просто помог немного, и все. Вы очень храбрый. Ладно, дама, садитесь в коляску. Нет, ни за что. Я же не сумасшедшая. Не бойтесь, после такой пробежки мои лошади будут смирными. Спасибо, мы лучше пройдемся. Бабушка, что? Ты струсила? Ты же не хочешь назад к этим лошадям? Что ж, я уже стара, а у тебя впереди вся жизнь. Спасибо вам еще раз. До свидания. Спасибо. До свидания. Вот это да. А ты очень храбрый. Я видел тебя из окна моего офиса. Ты настоящий герой. Спас такой красавец. Как ее зовут? Я не знаю. Спас ей жизнь и не узнал, как ее зовут? К тому же ты очень глупый. Как тебя зовут? Мур. Александр Мур. Я бы никогда не стал спасать просто так такую красавицу. Мы еще встретимся. Может быть. Браво. Потом расскажешь мне, я приглашу вас к себе в театр. Да, конечно. Спасибо. Соленые палочки. Крендели. Привет, Гус. Как дела? Отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, мистер Пастор. Не за что. Соленые палочки. Крендели. Театр Тони Пастора. Если ваша мать не прекратит устраивать собрание, придется увеличить штат, чтобы регулировать дорожные движения. Тогда просите подкрепление, пока в Нью-Йорке есть женщины. Она не успокоится. Эти велосипеды. Лозунги. Право голоса женщинам. Какой кошмар. Клянусь, я больше не вынесу. Собрание, собрание, собрание. Велосипеды горой прямо у входа. Пусть эти женщины идут домой и моют посуду. Бабушка, послушай. Еще чего. Она такая красивая и сильная. Кто? Мама. Сейчас она выступает. Да, дай-ка посмотреть. Как мать пятерых дочерей, я обязана бороться за права женщин в этом мире. У нас главная задача человечества. Мы – матери. Право голоса даст нам возможность позаботиться о наших детях. Когда женщины получат право голоса, политика перестанет быть бесчестной. К нам должны прислушаться. И самое главное – мы не допустим никаких войн. Мы против убийства в любом его проявлении. И еще. Несмотря на все наши унижения, я принимаю предложение партии принять участие в борьбе за должность мэра города. Если меня выберут... Если меня выберут, обещаю вам, вы будете гордиться тем, что вы женщина. Папа, маме только что предложили баллотироваться в мэры. Если мама будет править Нью-Йорком, как мной, город будет от этого только в порядке. Пап, ты как всегда. Нью-Йорк Таймс. Женщины проиграли. Нью-Йорк Трибюн. Синтия Леонард терпит поражение. За женщину мэра проголосовало только 84 человека. Ты можешь сделать все, что захочешь, только подальше от меня. Теперь тебе лучше всего забиться куда-нибудь в угол. Там твое место. Субтитры создавал DimaTorzok Брайан, в окно, где ты. Привет. Права женщина. Равноправее. Привет. Голли, Полли, Нолли. Права женщина. Бедная мама. Пап, иди поговори с ней. Я пытался, Хелен, но я не смог. Разве у меня есть здесь правый голос? Бабуля, а ты почему молчишь? Раньше ты была разговорчивей. Уверена, мама и так знает, что мы переживаем. Знаю, как она переживает. Синтия Леонард ненормальная женщина. Тебе это известно, Чарли. Она за всю жизнь ни слезинки не проронила, даже при рождении детей. И это поражение для нее ничего не значит. Ничего. Мама. Мама. Мам. Тебе очень обидно, да? Нет, дорогая. Не очень. Мам, ну ты же плачешь. Я часто плакала, но раньше этого никто не видел. Смотри, никому не говори. Ладно. А ты обещай, что больше не будешь плакать. Хорошо, дорогая. Пообещай мне, что ты оставишь эту затею с театром. Мама, так нечестно. Ты же сама хотела, чтобы я училась музыке. Да, дорогая. Но я думала, что ты станешь звездой в опере. Вчера я разговаривала о тебе с Леопольдом Демрошем. Да? Что он сказал? Он сказал, ты сможешь стать певицей. Сказал, что ты очень красивая. Да, я знаю, он мне говорил. Он предостерег тебя? Да. Но я ничего не боюсь. Я не думаю, что я красивая. Для мужчин ты будешь очень привлекательна. Ничего, мам. Мужчины хорошие. Да, но далеко не все. Даже не знаю, кого бы я могла полюбить. Ну, разве что. Что? Я даже не знаю его имени, мама. Может, мы больше и не увидимся. Так что тебе не о чем беспокоиться. Но что ты, дорогая. Именно поэтому я хочу, чтобы ты забыла о сцене. Я не могу, мам. Не можешь или не хочешь? И то, и другое. Хелен. А если я тебе запрещу? Я не послушаю тебя, мама. Где эта женщина? Мы хотим ее видеть. Я спущусь и поговорю с ними. Я бы не стала этого делать, мама. Мама! 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 Бандиты, я им скажу. Мама! Синтия, нет, не надо. Синтия, не надо. Синтия. Хелен. Хелен. Право голоса женщинам. Господа. Джентльмены. Женщинам не место в политике. Господа. Джентльмены. Пожалуйста, расходитесь. Моя мама очень устала. Может, и тебе пойти в политику? Я проголосую 10 раз за тебя. Пожалуйста. Тише. Пожалуйста, расходитесь. Хорошо? Идем. Оставим ее. Пошли. Женщина, знай свое место. Вы меня помните? Да, конечно. Не хотите сюда подняться? Да, если вы не против. Что вы здесь делаете? Дело в том, что я пришел сюда вместе с ними. Уже во второй раз вы там, где меня поджидает опасность. Как вас зовут? Александр Мур. Рада познакомиться, мистер Мур. Хорошо, что вы снова встретились. Вы храбрые, не побоялись толпы. Они пришли позлорадствовать. К тому же это не делает им чести. Женщины когда-нибудь победят. Что вы думаете о равенстве между мужчинами и женщинами? Я даже не знаю. Что это за музыка? Это в доме миссис Розе. Она открыла у себя летнее кафе. Так вы не ответили на вопрос? О правах женщин? Да. Женщина имеет право на все, что может ей дать мужчина. А она имеет право на свой личный успех? Зависит от того, что это за успех. А что это по-вашему? Счастье. Ну, это просто временное состояние, а не успех. А что вы хотите? Ну, во-первых, чтобы меня все любили. Хочу безумно кого-нибудь полюбить. Чтобы он стал для меня единственным. Немного эгоистично. Нет, вы не так поняли. Я хочу, чтобы меня полюбили как артистку. Вы актриса? Может, когда-нибудь стану. А чего хотите вы? Работу. Какой? Сейчас все равно. Я бы хотел работать в газете. Может, мой папа может помочь? У него была раньше газета в Клинтоне Айова. У меня тоже будет газета. Я тоже так думаю. Спасибо. Я сделаю все, чтобы этого добиться, и вам тоже желаю упорства. Удачи вам. Хелен, уже поздно. Мама зовет тебя в дом. Да, бабушка, сейчас. Что ж, мистер Мур, до свидания. Надеюсь, у вас все получится. Тогда я приду и все вам расскажу. Можно? Хорошо. Если вам повезет раньше, чем мне, вы меня пригласите на ужин. Хорошо? А если наоборот? Я вас приглашу. Все по-честному. Не знаю. Разве девушка может пригласить парня на ужин? А почему нет? Просто это как-то неправильно. Ладно. Договорились, я постараюсь быть первым. В любом случае, уговор остается в силе. До свидания, мистер Мур. До свидания, мисс. Снова забыл спросить, как вас зовут? Хелен, Хелен Леонард. До свидания, мисс Леонард. Хелен. До свидания. Кто этот молодой человек? Бабушка, ты его знаешь. Он остановил лошадей и спас нам жизнь. Ты права, Роза. У нее волшебный голос, как твоя спагетти. Кто она? Ее зовут Хелен Леонард. У нее мать вроде бы в политике, но Хелен ничего нормальная. Поверь мне, Тони. Она нечто. Надеюсь, она не совсем урод, Роза. Пойдем. Сам увидишь. Она танцевала на балу, и музыка играла, а он смотрел на красавицу, а музыка все играла. Субтитры создавал DimaTorzok. Бабушка, Бабушка, Бабушка. Браво, Браво. Извините за вторжение, просто я услышал, как вы поете. Я зашел побегать к вашей соседке, миссис Розе. Я Тони Пастор. Это вы театр Тони Пастора? Я не театр, я его владелец. Приходите завтра в полдень, если хотите выступать на сцене. Хотим? Мы уже несколько лет играем в театр, как поклонник, и единственный зритель, заявляя вам, она звезда. Папа, ну что ты? Завтра в полдень. Я приду, мистер Пастор. Спасибо, до свидания. До свидания, мистер Пастор. До свидания, мистер Пастор. Пап, неужели это правда? Это не сон? Конечно, малыш. Он главный продюсер в Нью-Йорке. Нет, Гудман работает на него. Мэй Ирвин и Пит Дейли тоже. Все говорят, если тебя заметил Тони Пастор, ты станешь звездой. Думаешь, стоит пойти туда завтра? Ты хочешь быть звездой? Больше всего на свете. Но... Что но? Мама будет против. Знаю. Боится, что я стану несчастной. Может, думает, что у меня не получится. Ерунда. У тебя все получится, Хелен. Ты настоящая женщина, ничего не может быть лучше. Знаешь, эти идеи твоей матери, все это неправильно. Они добьются своего, станут как мужчины. Но потом они потеряют всю женственность. И тогда, я думаю, они потеряют большую силу. Голосованием такое не вернешь. К сожалению. Но только ты не говори это маме. Ладно. Что они играют? Моя вечерняя звезда. Спой. Пап, не надо. Вдруг мистер пастор еще подумает, что я это специально. Вот и тихонько. Для меня. Знаешь, может, это... ...последнее выступление в нашем с тобой театре. Моя вечерняя звезда. Кто же ты? Так высоко. Точно бриллиант в небе. Не важно, чем я занята. До тебя мне не достать. Спустись же ко мне с небес. Сама. Спустись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Входите, мисс Леонард. Присаживайтесь. Спасибо. Хелен Леонард. Мне не нравится ваше имя. Но мы начинаем с понедельника. Плачу вам 25 долларов в неделю. Идет? Это больше, чем я ожидала. Мне не нравится имя Хелен. Тем более Леонард. Как зовут ваша мать? Как? Синтия. Синтия. Но мы не можем взять ее имя. Она против всего этого. Она не знает, что вы здесь? Нет. Я ей не сказала. Но если мы сменим мне имя, можно будет ей вообще не говорить. Как вы захотите. Что же нам придумать? Какой ваш любимый цветок? Роза. Нет, это не подходит. Мосс? Какой твой любимый цветок? Лилия, сэр. Лилия. Лили. Уже лучше. Лилия. А дальше? Придумал такое ощущение, что именно так оно и должно быть. Тони Пастер представляет. Ваша мать никогда не догадается. Знаменитую английскую певицу баллад Лилиан Рассел. С этого дня, дорогая, это будет твое имя. Я чувствую, это имя тебя прославит. В чем дело? Тебе не нравится? Да нет. Мне нравится, мистер Пастер. Просто жаль расставаться с Хелен Леонард. Издательство газеты Нью-Йорк Дэйли. Молодой человек, вы меня напугали. Извините. Ничего. Почему вы все еще здесь? Я же сказала, у нас нет вакансий. Но мне очень нужна работа, мисс Хоббс. А чем я могу вам помочь? Попросите мистера Купера принять меня. Если бы мы с ним встретились, я бы рассказал ему о своей идее. Мисс Хоббс? Мистер Купер просил рисунки к воскресному выпуску. Можно к нему? Нет. Оставьте их здесь, я передам. Как я уже сказал, мне нужно всего пять минут времени. Он бы меня взял на работу. У меня много идей. И хороших. Я много где был. Это правда. Когда-нибудь... Хелен Леонард. Это Хелен Леонард. Тони Пастер представляет Лилиан Рассел. Боже, она такая красивая. Мне надо ее увидеть. Ты моя милашка. Ты мой пирожок. Присвете Луны так хорошо встречаться. Я так ждала тебя. И вот идешь ты, такой красивый, прямо как во сне. На пляже. Я твоя розочка. Я твоя малышка. Боже, я о такой не мечтал. Я твоя любовь. Ты свела меня с ума, мой цветочек. При свете Луны я тебя так люблю. Даже сердце разрывается. Я не знаю, что я тебя люблю, что моё сердце за тебя. Что, маленький сладкий пирожок, не можешь мне видеть тебя позже? Твоя сладкая пирожка ждет. Твоя луна луна тоже. Я обнаружила, что блеск из твоих любых kisses. Ж esta. Твоя сладкая пирожка� poblя. Я тоже люблю. Это лучшая. Чувствия. Жестные. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я ухожу. До свидания, мистер Пастор. До свидания, мистер Мур. Для Лиллиан Рассел. Для Лиллиан Рассел. Я знаю, мистер Мур. Я знаю, мистер Рассел. Она на сцене только три недели и уже стала звездой. Я работаю гримером 30 лет и такого не припомню. Это секс, а не искусство. Если бы меня звали Мэгги, а не Майкл, я бы тут сейчас не торчал. Для Лиллиан Рассел. Что тебе, сынок? Лиллиан Рассел. Уже ничего, спасибо. Для Лиллиан Рассел. Для Лиллиан Рассел. Тебе правда понравилось, бабушка? Смотри. Даже больше, чем вчера. И еще корзина роз. Надеюсь, сегодня есть карточка. Интересно, кто это? Правда, бабушка? Знаешь, один раз мне подарили дорогой подарок сразу после того, как я ушла замуж. Если бы я знала, от кого, из уважения к дедушке, я бы его отослала обратно. Кто это мог быть? Да. Дедушка ничего не знал. Я его оставила. Только спустя много лет на нашей золотой свадьбе я рассказала ему про это. И что он? Вот я удивилась тогда, потому что это он подарил мне его. И я ждала 50 лет, чтобы сказать ему спасибо. Смотри. Бриллианты. Бриллианты и изумруды. Какой красивый браслет, бабушка. Надеюсь, там нет карточки, иначе придется отослать назад. Какой красивый. Наверное, это миллионер послал. Какая разница? Ты же не думаешь, что он старый и толстый. Дорогая, это их недостаток. Они обычно всегда толстые и старые. Можно войти? Это мистер Пастер. Да. Входите. Входите, мистер Пастер. Ты, как всегда, великолепна, дорогая. Нравится быть звездой или все еще боишься? Боялась моя мама, а я нет. А что она теперь думает? Она не знает. Но прошел почти месяц. Она думает, что я хожу на занятия по вечерам. Мистер Пастер, я уже не смогу все бросить. И не нужно, дорогая. Наверное, это обоялась твоя мама. Ты не можешь без тебя. И когда ты устанешь от этого, ты все равно будешь петь. Красивые цветы. Да. А браслет. Потрясающе. Подарок? Он был в корзине с розами. Наверное, кто-то без ума от любви к тебе. Что скажете, бабушка? Или так, или просто наглый подкуп. Мужчины не обидят ангелочка, бабушка. Что ж, до свидания, дорогая. До свидания, мистер Пастер. Еще раз спасибо за все. Тебе спасибо, Лилиан. Можно я возьму розочку? Конечно. Держите. Спасибо. Помнишь того парня, который остановил ваших лошадей у моего театра? Помнит. Да она его каждый день ждет. Он был сегодня здесь. Он хотел меня увидеть? Нет. Ушел еще до того, как шоу окончилось. До свидания, Лилиан. До свидания, мистер Пастер. До свидания, бабушка. До свидания. Видишь, бабушка, ты ошиблась. Он знал, что я стала актрисой. Он просто обо всем забыл. Ладно, я о нем тоже забуду. Сказать не значит сделать. Ты влюбилась в этого парня. Бабушка, что за глупости? Я едва его знаю. Причем здесь любовь? Только потому, что он нас спас? Любой джентльмен поступил бы так же. И потом, они и так бы остановились. Ну да, он мне немножко понравился. Я думала, что я ему тоже. Нет, я смогу его забыть. Между прочим, я его уже забыла. Хорошо, что ты еще не спишь. Я хотела тебя поцеловать на ночь. Тебя не было дома, когда я пришла? Нет, папа сказал, что ты меня искала. Ты устала, да, мам? Немножко. Давай, забирайся. Хорошо. Вот так. Мам, почему ты не бросишь все? Ну, свою работу. Какая разница, голосуют женщины или нет? Женщины могут и так получить все от жизни, если захотят. Смотря чего, женщина хочет. Когда нет свободы, приходится все время от кого-то зависеть. Ты ходила на занятия? Да, мам. А мистер Дэмрош, что говорит про твой голос? Наверное, у меня получается лучше. Он так сказал? Он часто меня хвалит. Тебе нравится? Думаю, я делаю успехи. И бабушка так считает. Нет. Тебе нравится то, что ты делаешь? Да, мам. Безумно. То есть, мне нравится. Хеллен, дай посмотрю на тебя. Улыбнись. Да. Ты похожа на Лилиан Рассел. Мам, ты ее видела? Три недели, почти каждый вечер. Беру место всегда на балконе. Ты великолепна, дорогая. Просто молодчина. Мама. Я так горжусь тобой. Так горжусь. Хеллен, откуда это у тебя? Не знаю, мам. Я нашла это в корзине с цветами. А кто это тебе подарил? Я не знаю. Там не было ни карточки, ни записки. Мама. Мама, я знаю, что стану звездой. Да, милая. Конечно, так и будет. Спокойной ночи. Мама. 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 Ты меня не поцеловала? Да, конечно. Мама, ты же на меня не сердишься за то, что я стала актрисой. Нет. Просто мы будем скучать по тебе. Мам, я никуда не уеду. Но ты уже так изменилась. Теперь ты Лиллиан Рассел. И очень скоро ты забудешь, кто такая Хеллен Леонард. Вокруг тебя станут кружить миллионы новых лиц. Ты забудешь про нас. Мужчины станут бросать состояние к твоим ногам, просто чтобы побыть со знаменитостью. Женщины станут завидовать и подражать тебе. И, может быть, даже короли. Будут тебе аплодировать. Мама. Ты правда так считаешь? Боюсь, что да, дорогая. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, мама. Крепких снов. И тебе. Миллионы восхищенных лиц. Поклонники. Женщины подражают. Надеюсь, у тебя все получится, Лиллиан Рассел. Лиллиан Рассел, звезда Нью-Йорка. Моя вечерняя звезда, ты светишь так ярко. Мужчины ее боготворят, женщины хотят быть на нее похожими. Корсеты Лиллиан Рассел. Розы Лиллиан Рассел за первое место. Сигар, Лиллиан Рассел. Джим Камень, 12 карат, из коллекции Чадвика. Раньше он был на короне Луи 17-го, короля Франции. Наверное, он потерял его вместе с головой. Сколько? Не забывай, я Брэдди, а не Луи 17-й. Ты тоже потерял голову. Не так ли, Джим? Из-за этой девушки. Может, немного. Сколько? Для тебя 15 тысяч долларов. 15. Покупаю. Джим, ты такой галантный. Прошло много времени с тех пор, как мы продали тебе первое украшение для Лиллиан Рассел, и ты до сих пор с ней не знаком. Да, может быть, мы когда-нибудь познакомимся. Еще все впереди, правда? Отправьте ей. Джим, не хочу тебя терять как клиента, но я слышал, она скоро выходит замуж. Да? За кого? Она уже давно встречается с Джесси Льюисоном. Что ж. Он отличный парень. Джесси мой друг. Да, отправьте это в театр при казино. Там сегодня у нее премьера. Без карточки, как обычно? Без карточки. Но, как всегда, с корзиной роз. Казино, Лиллиан Рассел, в постановке «Знатная графиня». Антракт, 15 минут. 15 минут. Антракт. 15 минут. Привет, Джим, я тебя искал. Привет, Джесси. Прошу прощения. Это мисс Макколи. Познакомься со знаменитым Джесси Льюисоном. Почему знаменитым? Во-первых, ты встречаешься с Лиллиан Рассел. Кстати, хотите увидеть кое-что интересное? Да, конечно. Он думает, что это Лиллиан Рассел. Хватит. Да, она собирается петь по телефону для президента Кливленда. То есть она будет здесь, а президент будет ее слушать в Вашингтоне? Именно так. Они как раз все готовят для этого застанны. Телефонная компания обещает с этим справиться. Да ладно? Да. Веди нас, Джесси. Разве я могу упустить такое? Вы пойдете? Мисс Макколи. С удовольствием. Надеюсь, мисс Рассел не узнает это платье. Оно сшито по образцу одного из ее платьев. Боже. Пойдем. Нет, я не тороплю, но президент Кливленд ждет звонка ровно в 10. Это же трансляция шоу. Мы не можем все затягивать. Жаль, что мисс Рассел сейчас здесь нет. Хотите, я спою для президента? Нет, спасибо, мистер Соломон, если вы не против. Я против, я люблю петь. Мисс Рассел, подойдите, пожалуйста. У нас все получится. Надеюсь, что нет. Что? Сама идея петь для президента пугает меня до смерти. Не волнуйся, он ничего не услышит. Это пустая трата времени. Не верь ему, Лиллиан. Не дай им себя запугать. Я верю, что все получится. И еще больше я верю в тебя, моя дорогая. Я не против публики, Джесси, потому что я всегда вижу их, тех, кому поют. Но ведь его я не увижу. Все просто, Лиллиан. Ты будешь смотреть на людей здесь, в этом зале. Джим, встанешь вон там. Лиллиан, будет тебе петь. Лиллиан, это Джим Брэдди. Рада познакомиться, мистер Брэдди. Рад познакомиться, мисс Рассел. Познакомьтесь. Мисс Эдна Макколи. Эдна, это мисс Рассел. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Вашингтон? Да, мы готовы. Президент готов? Это говорит президент. Да. Мисс Рассел. Президент слушает. Вот и закончился бал. Наступает рассвет. Танцующие пары расходятся. И звезды гаснут. Многие сердца разбиты. Столько разных людей. Многие надежды рассеялись, когда окончен мал. Многие желания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мисс Рассел? Президент? Да, мистер Президент. Мисс Рассел, я восхищен. Большая честь для меня. Я благодарен за возможность впервые услышать вашу трансляцию по телефону. Мы, американцы, гордимся вами, мисс Рассел. Я искренне желаю вам счастья и удачи. Спасибо, мистер Президент. Ресторан у ректора Джин, что тут смешного? Я представил президента Кливленда на другом конце провода. Он слушает Лиллиан Рассел, но все это время она пела мне. Вы мне очень помогли, мистер Брэдди. Спасибо вам. Спасибо вам. Без него бы ничего не вышло, дорогая. Это придумал Джесси, и мне понравилось. Я воспарил такое счастье, мисс Рассел. Джесси, в знак моей благодарности разрешаю тебе потанцевать с Эдной. Эдна, иди, потанцуй с мистером Льюисоном. Иди. С удовольствием. Согласна, мисс Макколи? Да, конечно, но лучше бы вы пригласили меня сами. Я хотел, но боялся Джима. Представляете, все меня боятся. На месте лобстера я бы вас тоже боялся. Смешно, мистер Соломон. Молодец. И вы так хорошо играете на пианино. Очень красиво. Очень. Вы мне льстите? Нет, нет, вовсе нет. Я давно за вами наблюдаю. Я слышал многие ваши сочинения. Спасибо. Спасибо, приятно это слышать. Особенно то, что вы написали для мисс Рассел. Забыл название. Серебристая линия? Точно, серебристая линия. Очень красиво. Спасибо, спасибо большое. И сегодняшняя знатная графиня. Но это не мое произведение. Я знаю. Хотел сказать, поэтому мне не очень понравилось. Вы должны писать только для мисс Рассел. Надеюсь, написать что-то достойное ее голоса. У вас получится. Сделайте мне одоложение. Чем могу вам помочь? Попросите оркестр сыграть одну из ваших композиций. Сыграйте вместе с ними. Что ж, я попрошу. Но... Зачем мне играть с ними? Ну как же так? Иначе без вас это будет совсем не то? Пожалуйста, прошу вас. Что ж, музыканты редко упускают возможность покрасоваться. Наша слабость. Я отойду, Лиллиан. Да. Что ж, мы остались одни, верно? Вы удивлены? Вы против? Нет. Мне даже понравилось за вами наблюдать. Вы так ведете свой железнодорожный бизнес? Что вы знаете о железной дороге? Абсолютно ничего. Но я знаю все о Джимме Брэдди. Неужели? Это правда, что вы много едите? Об этом говорят? Мне кто-то сказал, что вы можете съесть шесть дюжин лобстеров, потом три тарелки черепашьего супа, пять стейков. Не верьте, за всю жизнь я ел больше, чем три дюжины лобстеров, четыре стейка за один раз. Ясно. Вы любите поесть? Да. Люблю вкусно поесть. Я тоже. Многие люди прямо как животные едят, чтобы жить. Я живу, чтобы есть. Что вы больше всего любите? Кукурузу, в початках. Нет. Да. Это мое любимое. Сколько вы можете съесть? Если я голодна, может, две или три? Две или три. А знаете что, поспорим, вы съедите три, а я десять. Ладно, договорились. Договорились. Милая моя, восхитительная, такая чудесная, красивая и очаровательная. Ты точно, мелодия, держишь меня, не отпускаешь, околдовала меня. Милая моя, восхитительная, я не отпускаешь меня. Субтитры создавал DimaTorzok Ты заворожил меня, точно мелодия. Пожалуйста, отпусти меня. Твоя улыбка волшебная. Пожалуйста, помоги мне. Стань моим. Мое сердце снова оживет. Дорогой, помоги мне. Я так люблю тебя. Please, grant me the right to call you mine. My heart will sing again, my darling, when you do. Adore, I'm so in love with you. Субтитры создавал DimaTorzok Казино. Служебный вход Прошу прощения, сэр. Привет, Джим. Привет, Джесси. Что ты здесь делаешь под таким дождем? Кто, я? Просто люблю гулять в дождь. Даже когда я был мальчишкой, мне это нравилось. Под дождем всегда хорошо думается. И что ты надумал? Ну, я кое-что придумал, и поэтому жду Лилия. А что? В чем дело? Да. В общем, у меня нет на нее никаких прав, Джим. Пока. Но я буду с тобой честен, я люблю ее. Что ж, хорошо, что ты это сказал. Я не позволю ничему встать между нами. Я знаю, Джим. Поэтому я буду с тобой честен. Я тоже люблю Лилия. Ладно. Пусть победит сильнейший. А тот, кто проиграет, будет шафером. Извините, сэр. Новобрачные. Джо, мы только что узнали, они поженились. Поздравляем, мисс Рассел. До свидания, мисс Рассел. До свидания. До свидания. Ставь Джима, дождь, все идет. Какие идеи? Лилиан Рассел вышла замуж за композитора. Боже, не может быть. Лилиан Рассел вышла замуж. Хотел на ней жениться, Джек? Произошла ссора между Лилиан Рассел и той новой француженькой Ана Хельд. А теперь она вышла за бедного композитора. Да уж. Она могла выйти за любого миллионера в Нью-Йорке. Может, она его любит? Конечно. Он будет счастлив писать для нее песни и тратить ее денежки, не говоря об украшениях, которые дарили те, за кого она не вышла. Зачем ты так, Джек? Ну что? Просто я знаю Лилиан Рассел, и, пожалуйста, не смей мне так говорить больше. Но она же принимала все эти подарки, верно, Алекс? И много. Она богата, как ни одна актриса. Может быть, но это можно понять. Люди ее любят. Они ее даже не знают. Просто видят ее, и им кажется, что они ее любят. Если бы у меня было много денег, я бы дарил ей подарки каждый день. Ладно, Алекс, все понятно. Извини, больше не буду. Алекс, мистер Слоан тебя вызывает. Спасибо, Джимми. Садись, Алекс. Я доволен твоей работой в газете. Спасибо, сэр. Тебя хоть на мое место. Ну что бы, мистер Слоан. Когда-нибудь так и будет. Если так и дальше пойдет, скоро ты сможешь занять мое место. Спасибо, сэр. Алекс, ты знаешь Лилиан Рассел? Я не подслушал, просто случайно услышал твой разговор с Джеком. Не думаю, что она меня еще помнит, мистер Слоан. Почему? Мы виделись всего пару раз, и это было давно. Конечно, я видел все ее выступления. А ты видел последнее шоу? Знатную графиню? Да, сэр. Поэтому я взял три дня от Гула. Ты поехал в Нью-Йорк, чтобы увидеть шоу? Не совсем, сэр. Три представления. Три? В пятницу, в субботу и в воскресенье. Шоу было потрясающе. Не сомневаюсь. Алекс? Эта девушка многого добилась. И вот что ты сделаешь. Напишешь о ней биографическую статью. Нужно рассказать в статье о том, что пока ее мать борется за равноправие в политике женщин и мужчин, ее дочь использует свои женские чары, чтобы заполучить всех мужчин. В Нью-Йорке пишут одни сладенькие статейки, а Питтсбург Телеграф преподнесет им свою историю о Лиллиан Рассел. Работай над этим, Алекс. Придется ехать в Нью-Йорк, сэр. Хорошо. Только напиши. В чем дело? Не хочешь ехать? Да, сэр. Просто сейчас... Уже поздно. Она вышла замуж. Здесь живет мисс Рассел? Нет, сэр. Она уже давно здесь не живет. Здесь ее мама. Если хотите с ней поговорить. Да, если можно. Спасибо. Миссис Леонард. Этот джентльмен спрашивает про мисс Рассел. Вы мама мисс Рассел? Да. Я Александр Мур из Питтсбург Телеграф. Я должен написать статью о вашей дочери, но она не выступает. В театре мне ничего не сказали. Потом я вспомнил, что раньше она жила здесь. Извините за беспокойство, миссис Леонард. Вы мне не поможете? Я давно не видела свою дочь, мистер Мур. Такова цена успеха, наверное. Ничем не могу помочь. Молодой человек. Подойдите сюда. Меня ищите? Нет, не совсем. Но я рад вас видеть. Что? Я вас знаю? Ну, не совсем. Но мы знакомы, мы раньше встречались. Неужели я с тобой флиртовала? Вы тогда немного улыбнулись. Не думаю, что это был флирт. Я подмигнула? Я ничего такого не помню. Тогда я не флиртовала. Иди поближе. Дай на тебя посмотрю. Я стала плохо видеть. Все остальное тоже не очень. Ревматизм совсем замучил сердце, все время шалит. Ни одного зуба не осталось. Вставная челюсть, видишь? Левое ухо совсем не слышит. Если бы не такое хорошее самочувствие, можно было бы подумать, что это старость. Заткнись, но... Так, ты. Иди сюда поближе. Присядь. Дай-ка я посмотрю на тебя. Ты боишься меня? Ты тот самый парень, что спас нам жизнь. Верно. Это было давно. Да, но я все помню. Почему ты не пришел к Хелен? Я зашел к ней, но так и не осмелился подойти. Герой-трусишка? Чушь какая. Когда я была молода, и джентльмен спасал девушке жизнь, это что-то значило. Помню, я всегда мечтала, что какой-нибудь герой меня спасет. Один раз я попыталась переплыть в Миссисипи, и получилось. Я знала, что будет непросто. Однако, я увидела лодку и подумала, что если я закричу о помощи, какой-нибудь храбрец спрыгнет в реку и спасет меня. Получилось? Нет. Они поймали меня в сети. Как тебя зовут? Александр Мур. Хелен вас любит, мистер Мур. Вы мне льстите? Я кое-что понимаю в любви. Когда она стала выступать, она все время думала о тебе. Я это знаю точно. Она все время говорила о тебе. Потом она узнала, что ты был в театре, и не зашел к ней. Она так расстроилась. Я знаю. Потому что больше о тебе она не говорила. Как ты мог упустить такую девушку, как Хелен? Наверное, ты очень глупый. Мне это уже говорили. Где она сейчас? Ты опоздал. Она замужем. Я знаю. Я должен написать статью про нее в газете. Мне нужно ее найти. Она в Лондоне. Утром мы получили от нее телеграмму. Она была представлена Принцуэльскому. И собирается выступить в опере Гильберта и Соливана в театре Совой. Но я тебе ничего не говорила. Хорошо. Спасибо. Можно я приду к вам еще? Да, конечно. Но если ты пишешь статью о Хелен, езжай за ней. Если бы я была журналистом, я бы так и сделала. Да, если мое начальство мне позволит. Если поедешь, передай ей от меня. Это невозможно передать. Оставлю себя на память. До свидания. Надеюсь, еще увидимся. Я тоже на это надеюсь. Не тяни на этот раз. Я тебя знаю. Пора спать, бабушка? Да, пойдем, Синтия. Познакомься с мистером... Я знаю мистера Мура. До свидания, мистер Мур. До свидания, миссис Леонард. До свидания, миссис Леонард. До свидания, бабушка. Синтия, ты слышала? Наконец-то у меня появился внук. Театр Савой, премьера. Опера Гилберта и Сальвана «Принцесса». Поет Лиллиан Рассел. Мистер Саллибан, это лучшее ваше произведение. И слова мистера Гилберта – просто чудо. Уильям, по-моему, многовато текста для хора. Немного заглушает мелодию. Артур, считаю, что мой текст спасает все положение. Знаешь, мелодия довольно проста. Уильям, а по-моему, текст банальный. Раз вы так считаете, мой дорогой друг, у вас нет воображения. Вы не можете прочувствовать текст. Тогда, мой дорогой Гилберт, зачем вообще музыка? И правда, мистер Сальван. До свидания, мистер Гилберт. До свидания. Увидимся утром. Сотрудничество было бы эффективнее без нашего личного общения. Отправьте мне текст, а я оживлю его музыкой. Буду рад, если вы все не испортите. Слова, мистер Сальван, это святое. Их нельзя недооценивать. Спасибо, мистер Гилберт. Пожалуйста, мистер Сальван. До свидания, мистер Гилберт. До свидания. Где мисс Рассел? Мы ждем ее уже полчаса. Мисс Рассел сегодня не придет, но ее муж уже здесь. А зачем мне ее муж? Мне нужна она? Одна. Наверное, поэтому пришел ее муж Уильям. Пусть войдет. Хорошо. Мистер Саламон. Мистер Саламон. Что она о себе возомнила? А вы сегодня в голосе, мистер Гилберт. Спасибо, но это дело не спасет. Где ваша жена? Почему ее здесь нет? На какой вопрос отвечать? На все. Если можно. Моя жена дома, поэтому она не здесь. Это я ее убедил там остаться. Правда? Если вы хотите передать ей что-то важное, я с удовольствием ей передам. Ясно. Может, вы споете за нее дуэтом с мистером Мартином? Почему нет? Если позвольте, я люблю петь. Спасибо, не стоит. Дуэт он споет. Вот что я вам скажу, сэр. Я против вашего вмешательства. А я против того, чтобы вы вызывали мою жену к себе каждый вечер. Она и так с вами в течение дня. Может, Лиллиан Рассел неизвестна в Англии, но в Америке она звезда. Я требую к ней уважения. Если вы сомневаетесь в ее успехе, замените ее. Все, сделайте это. А да как вы смеете, сэр? Смею. Для нее успех в Лондоне многое значит. Если она не сработается с вами, это не проблема. Я ведь тоже пишу, мистер Гилберт. Вот оно что. Поэтому вы вмешиваетесь в нашу с ней работу. Дело не в карьере вашей жены. Вы думаете о себе? Ну ладно, сэр. Скажите, миссис Соломон, больше нас с ней ничего не связывает. Спасибо, сэр. Вы правда не хотите, чтобы я спел дуэтом с мистером Мартином? Вон! Не желаю вас больше видеть. До свидания, сэр. Удачи. Спасибо. Убирайтесь! Вам нехорошо, мэм? Я волнуюсь, Мари. Раньше я не пропускала репетиции. Но вы были в театре целый день, мэм. Поэтому мистер Соломон вас не пустил. Я никогда не устану от театра, Мари. Я сама. Это мистер Соломон. Дорогая, все отлично. Репетиции не будет, не будет шоу. Перестань, Тедди. Что там было? Я же сказал, ты уволена. Из-за репетиции? Из-за этого тоже. Тедди, ты снова со всеми разругался. Да. Если хочешь, теперь ты станешь звездой в Лондоне. Иди, встань на колени. Мистер Гилберт тебя простит. Скажи, что впредь ты будешь послушной малышкой. Как хочешь. Мне все равно. Тогда я пойду к мистеру Гилберту завтра, попрошу его взять меня обратно. Поверь, дважды просить не придется. Знаешь, что он тебе скажет? Дорогая мисс Рассен, рад, что вы пришли. Но меня беспокоит постоянное вмешательство вашего мужа. Он глуп, агрессивен и эгоистичен. Он хочет вас запереть в клетке. Так и скажет. К сожалению, это правда. Каждое слово. Ничего не могу поделать, Лиллиан. Все это правда. Я хочу написать лучшую оперетку для тебя. Я бы смог, если бы ты в меня поверил. Я начну сегодня. Прямо сейчас. Ты иди. Иди сюда. Выключи свет. Я была несправедлива. Была, но только к себе. Нет. У меня есть секрет. Я тебе не говорила. Если это нас расстроит, Лиллиан, не говори. Я никогда тебя не брошу, ты это знаешь. Даже если ты скажешь, что разлюбила меня, я не могу жить без тебя. Тедди, я беременна. Что? То есть... То есть я рожу ребенка? Нет. Ребенка рожу я, дорогой. Дорогая. Может, ты к лучшему, что меня уволили? В чем дело? Ты не рад? Я самый счастливый человек на свете. Но я такой эгоист. Почему? Почему? Я почти испортил тебе карьеру, будто у меня было на это право. Даже у тебя нет такого права, Лиллиан. Я буду гордиться ребенком. Но если с тобой из-за этого что-то случится, я себя возненавижу. Да что ты, Тедди? Ты можешь умереть. Или ты никогда не станешь прежней Лиллиан Рассел. Тедди, ты такой впечатлительный. Если мне суждено умереть, я умру как звезда. Если нет, все меня и так забудут. Мы можем начать новую жизнь. Ну же, дорогой, обними меня. Вот так. И не отпускай, пожалуйста. Побудь со мной. Мне сейчас так хорошо. Супер checking. Можешь. 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 Она заснула, Мари. Мне бы такой голос, мэм. Было бы проще с ней справиться. Ещё что-нибудь, мадам? Нет, спасибо, Мари. Доброй ночи. Доброй ночи, Мари. Да, мэм. Вы дали мистеру Соломоне яичный напиток? Да, мэм. Он всё выпил? Всё. Хорошо. Я сказала, что по-английски нужно выпивать всё до дна. Он так плохо выглядит, мэм. Просто он устал. Много работы. Он сказал, что это будет лучшая роль в вашей карьере, мэм. Надеюсь, что так. Этот год был трудным для нас, правда, Мари? Лучший год в моей жизни, мэм. Моя дорогая. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мари. Да, мэм. Уже восемь? Где же наш гость? Гость? Да. Ах, этот американский журналист. Боже, я совсем забыла, мэм. Мари, как же так? Он должен был принести нам деньги. Извините, мэм. Приведи его, ладно? А как его зовут? Сейчас, мэм. Александр Мур. Александр Мур? Странно, что-то знакомое. Александр Мур. Вспомнила. Спокойной ночи, Мари. Спокойной ночи. Ты поешь так нежно. Почему ты одна? Птица любви. Ты по-прежнему зовешь его. Но тебе суждено ждать в одиночестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тедди, мне понравилось. Спасибо, дорогая. Смотри, как будет звучать оркестр. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Мур, мэм. Спасибо, Мария, я сейчас. Кто это? Помнишь, после рождения ребенка я послала телеграмму? Решила все-таки дать интервью для Питтсбург Телеграф. Да. Помнишь, что ты сказал? Нет. А я помню. Ты сказал, им уже не будет интересно. И ты ошибся, Тедди Мистер Мур, как раз из этой газеты. Он правда напишет о тебе? Именно так. Дорогой. Знаешь, что я сделаю с этими деньгами? Что? Мы уедем вместе отдыхать. Нет, дорогая. Я не поеду, пока все не закончу. Но ты так устал. Ты права. Устал от того, что ты так любишь. Когда закончу, ты увидишь, это будет твоя лучшая роль. Потом мы едем, куда захочешь. Но это будет не скоро. Ну, я... Или обещаешь, что поедешь, или мне не нужна твоя оперета. Не буду ее петь. Даже когда ты закончишь. Что ж, тогда другое дело. Мы едем. Если нам хватит денег. Сколько стоит моя история? Столько нет ни у одной газеты в мире. Мой милый. И ты, дорогая. Иди же, продай статью о себе. Лиллиан. Пусть Мари не приносит яичный напиток. Только у меня появится хорошая идея, и тут приходит она и шует мне его в нос. Пожалуйста, не надо. Ладно? Что ж. Завтра посмотрим. Вот договор, мисс Рассел. Здесь все довольно просто. Наша газета получает эксклюзивное право на ваше интервью. Нужно подписать везде под согласно. А это ваш чек. Почему вы нарушили наш уговор? Не думал, что вы меня помните, мисс Рассел. Это не ответ, мистер Мурф? Думаю, честно ответить не получится. Я договорился с девушкой по имени Хелен Леонард. Когда я узнал, что она Лиллиан Рассел, я испугался. Хорошо выглядите, мисс Рассел. Спасибо. А вы не изменились. Я не видела вас того дня, когда мама проиграла выборы. Бедняжка. Вот о ком надо писать статьи. Почему бы вам не написать о ней? Будет намного интереснее. Не думаю, что моя газета с вами согласится. У нас вас считают великой женщиной. Дело не только в вашем успехе, но и в том, как вы к ним ушли. Может, вы не осознаете, но все американцы любят вас. Все? Это помимо их воли. Думаю, вас нельзя не любить. То есть, так считает моя газета. Спасибо вам большое, мистер Мур. Если ваша газета узнает, что в Лондоне все не так, лучше подписать это сейчас. Не торопитесь. Хотите, дайте сначала прочесть менеджеру и адвокату. Нет, я сама себе хозяйка, мистер Мур. Уверена, адвокат не понадобится. Помните бабушку? Я был у нее в Нью-Йорке, прежде чем она... Да. Я так ее любила, мистер Мур. Всегда буду ее помнить. Всю жизнь. Здесь подписать? Тут, миссис Рассел. Понимаю ваши чувства. И знаю, как она вас любила. Вы с ней говорили? Да, и довольно долго. Вы сказали, что будете писать статью про меня? Да, я ей все рассказал. А она что? Ну, она... Просила вам кое-что передать. Что же? Даже не знаю. Это было так давно, не могу вспомнить. Красивая музыка. Чудесная, правда? Мистер Соломон пишет ее для меня. Вы счастливы? Да, очень. Тогда все ваши желания сбылись. Удачная карьера и счастливая любовь. Наверное, но... Моя карьера затерялась где-то в лондонском тумане. У меня в Нью-Йорке не лучше. Я вернулся домой. В Питтсбург? Да, там и живу. Женаты? Нет. А в планах? Нет. Нет девушки? Нет. Есть одна девушка, мы вместе выросли. Как ее зовут? Люсиль. Люсиль. Красивое имя. Почему вы не женитесь? Не успел ее спросить об этом. Может, она все равно не согласится. Давайте приступим к работе завтра, мисс Рассел. Можем начать сейчас, если хотите. Я и так отнял у вас много времени. Можно договориться с вами на час дня и до вечера. Я выехал всего на четыре недели. Хотелось бы посмотреть еще Париж, Вену. По делам? Да. Значит, я льстила себе, что вы приехали только из-за меня. Ваша статья – самое важное задание, мисс Рассел. Так считает моя газета. До свидания, мисс Рассел. До свидания. Мистер Мур, хотите познакомиться с Тедди? А я не помешаю? Нет. Он скорее рассердится, если я вас с ним не познакомлю. Что ж, хорошо. Спасибо. Тедди? Тедди? Бедняжка. Он заснул. Не стоит его будить. Он так устал. Встретитесь с ним завтра. Попьете вместе чаю. Вы ведь снова не исчезнете? Нет, конечно. До свидания. До свидания. И спасибо. Спасибо вам большое. Для нас с Тедди сейчас это много значит. До свидания. До свидания. Чек для Лиллиан Рассел 2500 долларов. Ах ты, маленькая крыска. Я думала, ты уснула. Тише, тише. Не плачь. Не надо. Тише, тише, тише. Ты же хорошая малышка. Мама сейчас поет тебе песенку. Тихо. Тихо, тихо. Вот так. Молодец. Птица любви. Ты поешь так грустно, потому что любовь умерла. Скончался муж Лиллиан Рассел. Эдвард Соломон умер у себя в кабинете. Мисс Рассел хотела написать вам записку, мистер Мур, но не смогла. Она убита горем. Она надеется, что вы поймете, что она не может сейчас вам помочь. Да, конечно, очень жаль. Когда это случилось? Перед тем, как вы вчера ушли, доктор сказал, что это сердце. А как мисс Рассел? Она как в тумане, мистер Мур. Не хочет никого видеть. Я надеялась, что она примет вас, чтобы написать статью. Это бы ее отвлекло, но она не хочет. Говорит, что не любит истории с грустным концом. До свидания. Мистер Мур, билеты в Париж заказаны на понедельник. Принести их в номер, сэр? Нет, спасибо. Если можно, я поеду сегодня. Хорошо, сэр. Спасибо. Смотрите, мадам, какие красивые. Красивые, Мари. Прочти от кого? Дорогая мисс Рассел, мне очень жаль. Александр Мур. Как мило, правда? Мистер Мур звонил, чтобы попрощаться, мэм. Он уезжает сегодня в Париж. Он сказал, что если вы захотите увидеть его до отъезда в Америку... В Америку? Я так давно не была дома. Мэм, вы не прочли телеграммы. Я могу вам прочесть. Если хотите. Дорогая Лиллиан, мои соболезнования. Могу ли чем-нибудь тебе помочь? Джим Брэдди. Милый Джим. Всегда готов помочь. Лиллиан, дорогая, мне очень жаль. Чем я могу тебе помочь? Джесси Льюисон. Джесси. Такой хороший. Они настоящие друзья, Мари. Дорогая мисс Рассел. Выражаю свое соболезнование. Хотя сейчас это неуместно. Могу ли я предложить вам... Главную роль в моей оперете. Репетиции начнутся скоро. С уважением, ваш Уильям Гилберт. Уильям? Гилберт? Мэм, это тот самый Гилберт и Салливан? Да, Мари. Вы что, не рады, мэм? Нет. Боюсь, сейчас меня ничто не обрадует. Ну, мэм, неужели вы откажетесь? Да, Мари. Я еду в Америку. Без выступления в Лондоне? Он был бы против. Он говорил об этом все время. Лиллиан, говорил он. Лондон будет у твоих ног. Для этого он так много работал, мэм. Он этого очень хотел. И малышка так считает. Птица любви, ты поешь так нежно. Почему ты одна? Птица любви, ты по-прежнему зовешь его. Но тебе суждено ждать в одиночестве. Лондон, говорила ояже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Your song becomes a sigh It seems that lovebirds die A 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 lovebirds die Мы поедем домой вместе, поужинаем, и я выучу текст. Вы не против? Нет, конечно, нет, нет. Ладно, малышка, раз, на монетку. Да, два, три, вперёд. До свидания, дядя Джим. До свидания, дядя Джесси. До свидания, до свидания. Джим, над чем ты смеёшься? Над собой, над тобой. Каждый раз прогулка с Лиллиан заканчивается тобой. Это не так уж и смешно, Джим, и ты это знаешь. Я тебя знаю. Ты смеёшься, когда тебе больно. Ты всё ещё любишь Лиллиан, а ты? Нет, я буду честен с тобой, Джим. Я люблю Эдну. Эдну? Мою Эдну? Нет. Мою Эдну. Знаю, вы много лет дружили. Дружили? Мы были почти помолвлены, когда я вас познакомил. У нас всё серьёзно, Джим. Мы решили пожениться. Ты против? Нет. У меня нет на это права. Ты сказал об этом, Лиллиан? Ты не можешь меня оставить с ней ни на минуту? И потом, она не любит меня, Джим. И не любила. Она очень хороший друг, но она меня не любит. И тебя она не любит. Ты так уверен в этом? Я не уверен. Надеюсь, я не прав. Но я очень давно знаю Лиллиан. Знаешь, мы не её тип мужчины. Поэтому мне так тяжело. Почему? Потому что знаю, как тебе будет одиноко без Эдны, когда потеряешь Лиллиан снова. А может, поспорим на кругленькую сумму? Давай, давай. Деньгами её не копишь, Джим. Я пытался. А ты предлагал? Всё своё состояние. Не то, чтобы... А я предложу. А это миллионы, Джесси. Миллионы. Вебер и Филдс. Премьера «Вздор» с Лиллиан Рассел. Привет, Джим. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Брэддин. Джим не думал, что ты ездишь до сих пор в коляске. Это не для меня. Подожди меня у выхода, ладно? Рад встрече. Мы тоже. Привет, Джим. Как дела? Дошёл две минуты. Дошёл две минуты. Продам тебе мою дорогу. Эдна, желаю тебе всего самого лучшего. Чтобы вы с Джесси никогда не грустили. За вас. Спасибо, Джим. А тебе лучше, чем Эдна, и пожелать нечего. За невесту. Дорогая, выпьем за Джима. За тебя, Джим. За тебя и Лиллиан. Я спрошу её сегодня. Надеюсь, она скажет «да». Скажет. Джим, ты должен быть мне благодарен. Я убрала твоего соперника. И правда. И ещё я благодарен также Джесси. За Лиллиан. За Лиллиан. За Лиллиан. Шоу начинается. 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 Содовое есть? Конечно, мистер Пастер. Будете? Пожалуйста. Такое не предложишь. Вот оно, наказание за много лет обжорства. Знакомое лицо. Я вас знаю? Да, мистер Пастер. Ну, конечно, беглец. Вы же тот герой, боже мой, тот самый глупец. Точно, мистер Пастер. Я помню, это не Лиллиан Рассел, а Хелен Леонард. Я был без ума от Хелен Леонард. А Лиллиан Рассел? А вы взлетали на небо? Доставали звезду? Много раз. Я привел на Бродвей много звезд. Извините, мистер Мур. А Бродвей принес мне много радости. Живете в Нью-Йорке, мистер Мур? Нет, в Питтсбурге. Здесь по делу? Нет, ради шоу. В полночь уезжаю. Следуете за вашей звездой. Боитесь достать до нее. Что ж, до свидания, мистер Мур. Рад встрече. Не ожидал вас здесь увидеть, мистер Пастер. На премьере Вебера и Филдса? Это неправильный театр. Это все мои люди. Почти все они начинали в моем театре. Только вчера они работали у меня за 75 долларов в неделю. А теперь в целом мире нет столько денег, чтобы заплатить им за радость, которую они дарят людям. Джо Вебер и Лью Филдс. Джо, пойдем, скорей. Скорей. Зачем? Слышишь, так принимает Ливиан Рассел. Мне кажется, это мое самое лучшее шоу. Твое шоу? Да. Да кто ты такой? Оба мы кто? Это я ее пригласил, значит, ты. Да, верно. Ты упал в обморок при виде ее гонорара. Да. А потом очнулся и согласился. Ты сказал, чтобы я предложил ей половину суммы. Так ты же так и сделал. Да. И за это она добавила 500 долларов в неделю в зарплате. Да. Потому что она умная. Нет, потому что это ты тупой. Тихо, тихо. Неси карты. Зачем это? Нам скоро выходить. Джо. Я напряжен. Да? Знаешь что? Что? Мы быстренько сыграем в косино. Ставка 10 долларов за очко. Я не умею играть в косино. Не может быть. Может. Ничего, я тебя научу. Да? Да. Ладно. Чтобы было интереснее. Да. Давай поспорим, что я выиграю. Давай поспорим. Но ты и так победишь. Почему? Ты уже играл, а я нет. Я уже много лет не играл. Знаешь что? Что? Дашь мне сверху, тогда я выиграю. Дам тебе что? Сверху? Сверху? Это еще что такое? Ты ставишь больше денег, чем я. Не за что. Давай, знаешь как? Как? Я ставлю 5 долларов против твоих 10. Да, давай. Вот, смотри. Хорошо. Положи деньги сюда. Вот. Гамлет. Лучше выйди. Потому что, когда я играю в карты с этим простофилией, я могу кого-нибудь убить. Как раз для нашей сцены. Да. Вот. Как тебе то, что сказал Дэйв Ворфилд за сцену? Мне это не нравится. А что он сказал? Хочет больше денег? Решил стать драматическим актером. Он устал от низкосортных комедий и хочет чего-нибудь душевного. Что ж, я его не виню. Я тоже был бы не прочь. Ты? Да. Тоже мне душевный. Давай, начинай уже. Как это так? Я не знаю правил. Все просто. Смотри. На столе пятерка, валет и двойка пик, десятка бубен. Да. Четыре карты. Так. У тебя на руках четыре карты. Двойка пик. Маленькая карта. А десятка бубен большая. Как отец и сын. Да. Нет. Какой еще отец и сын? Успокойся. Тогда хватит чудить. Если взять маленькую карту, это одно очко. Так. Если карта большая, тогда два очка. Два очка. Отличная карта. Лучшая карта во всей колоде. Хорошо. Да. У тебя есть еще десятка? Да, есть еще. Есть? Да. Правда? Да. Дай ее мне. Отдать тебе. Да. Стой, стой. В чем дело? Я не отдавал тебе ее насовсем. Ну да. Верни ее. Я сделал тебе одолжение. Не нужно мне ничего. Ладно. Забирай обратно. Знаю я тебя. Так. У меня десятка. Значит, два очка. Нет. У меня. Когда ты ее берешь, очки мне. Да. А когда карта у меня, очки тебе. Понятно? У меня ничего. Выброшу даму. А это сколько? Ничего. У тебя уже нет дам? Нет, у меня есть. Тогда бери ее. Хорошо, беру. Тогда мне четыречка. Нет, 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 я ее не возьму. Бери. У тебя же дама. Нет, у меня двойка. У меня маленькая карта. Значит, у тебя два очка. Да нет же. В этой игре дам всегда пропускают. Если на столе дама, и у тебя дама, ты должен ее взять. Должен. Кроме того, у меня семерка, поэтому я беру пятерку и двойку. Да? Хорошо. Тогда у меня еще одно очко. Нет, у меня. Я взял ее, верно? Но когда у меня была десятка, ты сказал, что очки твои? Когда ты ее брал, ты не сказал, косина. Но ты не сказал мне об этом. А ты не обязан говорить. Но говоришь, в этом и игра, да? Понятно. Да? Да. Косина, косина, косина. Что это ты такое несешь? Жульничаешь? А мы ведь только начали. Нет, я беру валета Треф и валета Бубин. И сказал, косина три раза. Значит, мне три очка. Ты сам сказал? Когда говоришь косина один раз, очки тебе. Если говоришь три раза, это как в бейсболе. Тебе ноль. Итак, еще три очка. Значит, для того десять очков. Ты мне должен сто долларов. Я должен тебе сто долларов? Да. Не дам. Как это так? А я сказал, ничего не дам. Да я тебя придушу. Мистер Вебер, мистер Филдс. Мисс Рассел уже заканчивает. Вам скоро выходить. Хорошо, сейчас. Хорошо. Скорее, Джо, быстрее. У меня сегодня правильное настроение. Если не дашь мне сто долларов, я там тебя убью. Что? Да, я клянусь тебе. Ты кто еще? Что значит еще? Я тебя люблю. Мари, кто это написал? Я Лиля. Джим Брэйди, что ты здесь делаешь во время представления? Почему ты не в зале? Я не мог больше ждать. Знаешь, у меня есть идея, а если такое случается... Лилиан, я не мог иначе. Ты об этом? Да. Я давно хотел сказать тебе это. Джим, ты прелесть. Но я не стану тебя ругать. За что? Есть за что. Джим Брэйди, разве можно дарить мне такие дорогие подарки? Корзина Орхидеи с бриллиантовым ожерельем и враслетом. Розы с рубинами. Гардене с изумрудами. Фиалки с жемчугом. Велосипед с бриллиантами. Джим, ты сошел с ума? Нет. Это все сердце. Лилиан, Эдна и Джесси сейчас смотрят шоу. Они поженились. Да? Да. Тебе всегда нравился Джесси, верно? Да. Он настоящий друг. Наверное, тебе будет плохо без Эдны. Нет. Для меня нет ничего и никого в этом мире, только ты. Я дам тебе все, что у меня есть, если ты скажешь да. Хотя бы на год, если тебе все надоест, я уйду навсегда. Тебе не о чем беспокоиться. Лилиан, я тебя люблю. Джим. Лилиан, почему ты плачешь? Потому что я не люблю тебя, Джим. Мне так жаль. Не плачь, Лилиан, не надо. Успокойся. Я пошутил, честно. Я так сказал, потому что ты ругала меня за подарки. Хотел доказать, что подарил их от всего сердца. Но что ты не плачешь? Знаешь, я был бы самым худшим мужем на свете. Как только бы ты стала моей, мне бы все надоело. Так со мной всегда и происходит. Исключение, конечно, кукуруза в початку. Нет, правда. Джим. Джим. Ты говорил серьезно, и я это знаю. Мне жаль. Очень жаль. Прости меня. Если бы я согласилась, было бы только хуже. Потому что это была бы благодарность, но не любовь. Тебе ведь это не нужно, Джим. А если нужно? Тогда я выйду за тебя, Джим. Правда? Правда. Да. Знаешь, Лиллиан, у нас был самый короткий медовый месяц на свете. Но он позади. И, похоже, мисс Лиллиан Рассел все еще рада. Нет. Я несчастна, Джим. И ты тоже. Знаю, это смешно. Но мы с тобой так похожи. То есть, у нас с тобой есть все, но только не то, что нам нужно. Джим, я так долго это искала. Когда я играла у Тони Пастора, моя мама была против этого. Она говорила, что за успех придется дорого платить. И действительно, приходится за все платить в этой жизни. Наконец-то я ее поняла. Знаешь, Лиллиан, жаль, что я не смогу сделать тебя счастливой. Джим, жаль, что я не могу для тебя этого сделать. Не надо обо мне беспокоиться. Я думаю об одном. Куда мы пойдем ужинать после шоу? У нас с тобой сегодня свидание. Хорошо. Я буду ждать тебя. И, Лиллиан, у меня на улице еще один подарок для тебя. Увидимся. Да. Да. Есть один странный человек. Надо отдать ему должное. Он еще тот лжец. Он думает, что это ему зачтется на том свете. В детстве он выбил у матери два золотых зуба и продал их. А теперь он вообще маньяк. Но соседи об этом не подозревают. В воскресенье у церкви он берет деньги из подаяния, потом идет на работу в понедельник, как ни в чем не бывало, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, он ворует там, где только может. Так что в воскресенье для всех он честный человек. Он говорит, что он честный человек. Воскресенье для всех он честный человек. Дорогая мисс Рассел, я в Нью-Йорке. Приехал специально на шоу. Хотел бы зайти в Антракте. Александр Мур. Правда странно, Мари? Я так часто думаю об Александре Муре, но так редко его вижу. Он ждет у входа, мэм. Если хотите его видеть. Конечно. Позови его, Мари. Уже иду. Мы давно не виделись, мистер Мур. Столько всего произошло. Я все о вас знаю из газет. Ваша газета по-прежнему интересуется мной? Не знаю, достойен ли я того, чтобы писать о вас. Но если бы я писал статью, добавил бы кое-что свое. Вы так успешны. Тут ничего не придумаешь. Спасибо. Расскажите мне о себе. Где вы работаете? Вы все еще в газете? В газете не просто сделать карьеру, мисс Рассел. Это займет годы. Но я работаю хорошо. У меня своя газета. Правда? Я же вам говорила. Питтсбург-Телеграф. Нет, Веллида. Завтра пишу рецензию о вашем шоу. Хорошую? Пошлю вам копию. А вы прочтете статью о себе в моей газете. Буду ждать. Расскажите о себе. И вы знаете, о ком я... Вы говорили про нее в Лондоне? Люси? Люси. Как я могла забыть такое красивое имя? Как она? Давно ее не видел. Так вы не женились? Поженились. Но ничего не вышло. Развелись. Извините. Любовь такая хрупкая, правда? Похоже, что так. Последний акт. Скорее, мам. Хорошо, Мари. Приготовь все. Жаль, что вам пора уезжать. Так уж нужно? Да. Понимаете, работа. Я только что купил эту газету, взял много денег в долг. Теперь нужно отрабатывать. Все получится. Надо много работать. Я, может, скоро еще приеду. Скоро? Да. Тогда отправьте мне телеграмму. Мы поужинаем вместе. Правда? А вы не хотите? Конечно, хочу. Между прочим, я ужинал с вами много раз. Правда? Когда? Вы не вспомните, вас там не было. До свидания, мисс Рассел. Спасибо, что приняли меня. Я так рада вас видеть. Я. Правда, странное совпадение, мистер Мур. С тех пор, как я приехала в Нью-Йорк, вы появляетесь, когда в моей жизни что-то происходит. Вам не кажется это странным? Я вижу вас. Может, это не совпадение? До свидания. До свидания. До свидания, мистер Мур. Последний акт, скорее, мэн. Мари. Да, мэн. Слышала, что он сказал? Это было не совпадение. Понимаешь, что это значит, Мари? Это значит, он думал обо мне все эти годы. Он любил меня все это время. Мари. Мари, найди его, брось все. Он уезжает сегодня в Питтсбург. Я не хочу, чтобы он уехал, потому что он приедет еще через несколько лет. Скажи, что я не хочу этого. Скажи, что нам нужно поговорить. Это важно, Мари. Скажи все, что угодно, только найди его. Скажи, Мари. 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 КОНЕЦ Вот и окончен бал. Огни гаснут, солнце встает. Теперь настанет новый счастливый день. Музыка, танцы, любовь, романтика. Все это останется, когда закончится бал. Когда наступит рассвет. Многие надежды рассеялись, когда закончился бал. Музыка, танцы, любовь, романтика. 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 Музыка, танцы, любовь, романтика.